Как создавать статичные страницы, я рассказал. Берем динамической информации. Очень важен для своей начинающего разработчика элемент платформы «Информационные блоки». Предназначен для реализации работы с динамической информацией. «Информационные блоки» — это модуль, который позволяет каталогизировать и управлять различными типами однородной информации. С помощью информационных блоков может быть реализована вубликация различных типов динамической информации, каталоги товаров, блоки новостей, различные справочники и так далее. «Информационные блоки» сохранят все данные в базе данных. Преимуществами имфоблоков перед созданием своей таблицы в базе данных являются Первое. Наличие админки, которая позволяет как создавать инфоблоки, так и редактировать их и удалять. То есть вам не нужно создавать в базе данных таблицы самостоятельно. При этом есть как типовые наборы полей, которые также имеют возможность настройки, так и вы можете дополнить сущность своими полями. Есть возможности настройки прав доступа, настройки журналирования действия, все возможности и так далее. Второе. При этом возможность визуального редактирования инфоблока была бы неполной, если бы при создании инфоблока не появлялись автоматические разделы, позволяющие управлять данными в информационном блоке. Вводится список разделов, список элементов. Все это можно редактировать. Также можно открыть детальную страницу редактирования товара и в удобном виде выполнить либо добавление товара, либо редактирование. При этом форма редактирования полностью настраиваемая и как администратор может ее для всех настроить, скрыв неиспользуемые поля, например, так и каждый редактор сайта может выполнить настройку для себя этих полей, как считает нужным. Третье. Но кроме этого существует большой набор штатных компонентов, который позволяет решить массу задач работы с данными, такие как вывод каталога, добавление элемента из публичной части, различные ленты и так далее. И четвертое. Если вам недостаточно будет набора штатных компонентов, доработаясь с информационными блоками, то вы можете кастомизировать один из них, либо же создать полностью свой используя богатые API, доработаясь с инфоблоками. Для простой понимания вы можете представить инфоблок как таблицу в базе данных и, следовательно, вы можете производить те же самые действия, добавляя, удаляя и обновляя элемент информационного блока с помощью API, аналогично на работе с базой данных. Хотя на самом деле структура хранения данных инфоблока сложнее, не равная одной таблице. Продолжение следует...